Продолжение следует... Зачитывает нужную, ненужную информацию, тем самым теряя сразу же восприятие аудитории. Затем, следующий идет слайд после вот этого КТ. Мы назначили препарат А или сделали такую-то операцию. И следующий слайд опять, второе перепечатанное КТ с результатом. И финальный слайд, ура, мы вылечили нашего пациента. Даже если это уникальный клинический случай, то такая подача сразу же не воспринимается аудиторией. Клинический случай, представление клинического случая это рассказ, это история вашего пациента. Вот как сказку мы рассказываем детям, так же мы должны заинтересовать аудиторию своим клиническим случаем. Кроме того, большинство клинических случаев это, как правило, стандартная ситуация. То есть все мы имеем таких пациентов. И услышать еще раз стандартную ситуацию в изложении, представление случая как будто на консилиуме, это не совсем интересно. Представление клинического случая это презентация, это настоящий доклад, который должен быть ярким. Соответственно, как я готовлю свои клинические случаи? Я делаю для себя, вижу три варианта представления клинических случаев. Первый, это мини-обзор литературы, который подкреплен клиническим наблюдением. Для каких клинических случаев такой вариант подходит? Как правило, это для стандартных клинических случаев, в которых большинство. Когда у нас есть ПЦН, мы применили стандартную опцию, плюс-минус в показаниях или оффлейбл, но уже изученную опцию и получили какой-то результат. Для таких случаев интересно рассмотреть мини-обзор литературы. Вы представляете обзор литературы, то, что известно из проспективных исследований, из больших наблюдений, а дальше показываете, как это работает на практике. То есть вы подкрепляете данные клинических исследований своим реальным опытом. И это показывает, что да, в практике работает, и ваш случай является подтверждением. Это вариант один. Второй вариант представления. Это для более нестандартных случаев. Вы рассказываете историю пациента, вы ведете аудиторию вместе с вами по этой истории, при этом обосновывая каждый шаг. То есть вы сказали, вот я назначил опцию 1, а следующий слайд, почему вы эту опцию назначили, какие данные, рекомендации есть. Соответственно, вы дополняете свой клинический случай уже имеющимся опытом, но как опора для этого клинического случая. Ну и, наконец, третий вариант. Это дискуссия с аудиторией. Этот вариант подходит для оффлайн-представления, а не для онлайн-представления, когда вы с трибуны перед залом и председателями докладываете свой случай. Чем отличается этот вариант от предыдущих? Вариант отличается тем, что вы представляете часть истории болезни, затем, переходя к следующей части, вы не озвучиваете ваше решение, а сначала спрашиваете аудиторию, а что бы вы назначили, а что бы вы, эксперты уважаемые, бы назначили пациенту или какую опцию вы рассматриваете. А только потом, узнав их мнение, переходите уже, раскрываете карты и так далее, и так далее. То есть шаг за шагом. Шаг, потом мнение аудитории или экспертов, следующий шаг и так далее. Это держит аудиторию всегда в тонусе. То есть аудитория не может расслабиться, она вынуждена идти с вами и рассматривать этот клинический случай. Вот то есть эти три варианта делают представление клинических случаев более живым, а не просто как будто мы докладываем клинические случаи на консилиуме. И на примере своих клинических случаев, которые я представлял, каждый вариант я бы хотел рассмотреть. Итак, вариант первый. Мини-обзор литературы, который подкреплен клиническим наблюдением. На конференции «Русска» я докладывал клинические случаи, посвященные лечению несветоклеточного рака почки. Мой первый слайд был о морфологической классификации. Что мы подразумеваем под несветоклеточным раком почки и как она изменилась. Можем ли мы существующую патоморфологическую классификацию имплементировать к представлению и к использованию у наших пациентов. Мой клинический случай был посвящен хромофобному раку почки. Поэтому я отметил, что для пациентов с хромофобным раком почки мы уже должны отказаться от грейдов и просто использовать понятие хромофобного рака. Дальше я показал, как изменялась история лекарственного лечения больных с метастатическим несветоклеточным раком почки. В частности, я привел наши же данные. Это очень хорошая возможность подкрепить представление своего клинического случая своим же клиническим исследованием. Вот я сказал, что много лет назад мы провели клиническое исследование второй фазы, в которое оценивали эффективность химиотерапии. Тогда еще использовалась химиотерапия в лечении несветоклеточного рака, я имею в виду популярного рака почки. Но даже тогда мы получили уже хорошие данные. То есть мы начинаем рассматривать историю лекарственного лечения и что мы можем назначить данному пациенту. Следующий слайд опять же оценка эффективности таргетной терапии у пациентов с несветоклеточным раком. А может быть использовать у этого моего пациента таргетную терапию? Что она может нам дать? Я привожу данные, что общая выживаемость на таргетной терапии, конечно, была лучше, чем до эпохи таргетной терапии. Но результат был неудовлетворительным. И дальше я перешел к тому, что мы имеем сейчас. Мы можем использовать таргетную терапию в виде кабазантиниба, который оказался эффективен в клиническом исследовании второй фазы, в сравнительном клиническом исследовании, является стандартным рекомендацией. Но у нас появляются опции иммуно-таргетной терапии. И одна из лучших – это комбинация пембролизумаба с линвотенибом. Крупное исследование второй фазы, которое дало нам высокую частоту ответов. Все формы несветоклеточного рака включались в это исследование. И 49% больных ответили на лечение. Выживаемость без прогрессирования самая лучшая, а медиана общей выживаемости не достигнута. Тем самым для лечения моего пациента мы выбрали пембролизумаб линвотениб. То есть мини-обзор был посвящен тому, почему мы выбрали ту самую лекарственную опцию, которая была использована в клиническом случае. Дальше идет разбор самого клинического случая. Это пациент 79 лет, у которого была выполнена нефрактомия в 2018 году, то есть 3 года назад до момента обращения. Дальше пациент прошел КТ в качестве наблюдения и была выявлена вот такая ситуация, которая обозначена на КТ. Хочу подчеркнуть, не нужно в клиническом случае переписывать все КТ. Только если нету картинок, которых сложно бывает порой достать, так как нету систем поиска этих картинок, они доступны рентгенологам. Тем не менее, лучше всего это картинки. Невооруженным глазом мы видим огромное образование в легком, метастазы в лимфоузлы. То есть не надо ничего писать, все видно глазом. Если невозможно представить картинки, можно просто написать самое главное. Большой метастаз в легком или образовании и два метастаза в лимфоузлы. Этот пациент был курильщик, 79 лет, курил много, больше двух пачек в день. Соответственно, мы предположили, что это, согласно и рентгенологической картине, возможно, рак легкого, как вторая опухоль. Тяжистость вокруг опухоли, крупное периферическое образование. Поэтому мы сделали биопсию, но тем не менее, мы подтвердили метастаз хромофобного рака. Мы оценили пациента по классификации АМДС прогноза. Хоть он неприменим к несветлоклеточному раку, эта модель существует для светлоклеточного рака, тем не менее, мы по аналогии отнесли его к группе промежуточного прогноза. И назначили тот самый линвотиниб с пембролизумабом, как наилучшую опцию терапии несветлоклеточного рака почки. Дальше мы показываем, как изменилась опухоль уже на первом фоллоуапе, на первом КТ. Опять же, никаких слов, только картинка, которая говорит сама за себя. Мы видим, что у пациента частичный ответ, существенно уменьшилась метастаз в легкой и изменились метастазы в лимфоузлы на замещение соединительной тканью. Кроме того, у пациента была выявлена артериальная гипертензия. Еще один момент. Клинический случай – это не только эффективность, это еще и токсичность, о которой надо говорить. Это украшает клинический случай. В частности, у пациента была артериальная гипертензия на линвотиниб с пембролизумабом, третья степень токсичности – 170 на 110. Мы говорим о том, что мы назначили антигипертензивную терапию. Обычно при представлении клинических случаев просто говорится, мы назначили антигипертензивные препараты. А на вопрос, какие мы не знаем, вообще это все делал кардиолог. При представлении клинического случая – это ваш опыт, надо делиться всем. Поэтому я могу сказать, что этому пациенту мы назначили двойную схему антигипертензивной терапии, в частности, это ингибитор АПФ и блокатор кальциевых каналов, а именно эналоприл и амлодипин. В дозе 10 мг 2 раза в сутки эналоприл и 5 мг 1 раз в сутки амлодипина. И такая схема сработала. У пациента были достигнуты нормальные показатели артериальной гипертензии, что позволило продолжить терапию линвотинибом с пембролизумабом. Однако, это был пожилой мужчина, который изначально не хотел получать лечение. Дети, его дети были инициаторами лечения этого пациента. И он отказался через год, несмотря на сохраняющийся частичный ответ от лечения. И у него случилось прогрессирование заболевания, что говорит о необходимости постоянной поддерживающей таргетной иммунной терапии у этих пациентов. Пациент погиб от прогрессирования заболевания. Дальше, при представлении клинического случая, вы делаете собственный вывод. Так как нет четкого алгоритма назначения лекарственного лечения при несвятоклеточном раке почки, вы можете предложить свой на основании своего опыта или данных вашего анализа. В частности, мы предлагаем начинать с фембролизумаба с линвотенибом, при прогрессировании переходить на кабазентениб, при прогрессировании использовать другие неиспользованные опции, о которых я уже говорил. Кроме того, вы можете показать другие опции лечения пациентов с несвятоклеточным раком почки. Например, это лечение несвятоклеточного варианта, левиоматоз наследственный, ассоциированный с почечноклеточным раком. Для этого по типу также была использована опция в клиническом исследовании, изученная бивоцезумаба с ралатинибом, которое привело к хорошим результатам. Соответственно, вы можете сказать, что если у вас пациент с несвятоклеточным, а именно папиллярным раком почки, ассоциированным с левиоматозом, можно использовать эту опцию. Соответственно, первый вариант представления такой. Мини-обзор, дальше ваш опыт, дальше ваш вывод по схеме назначения лечения или какие-то другие выводы, исходя из вашего клинического опыта. Второй вариант. Второй вариант – это рассказ истории пациента с обоснованием. Я хочу в качестве примера привести случай лечения рака желудка. Это не касается онкорологии, но случай связан как раз с развитием протеинурии. Протеинурия – часто нежелательное явление, касаемо и таргетных препаратов, используемых в онкорологии. В частности, рамосурумаб дает протеинурию, это антителоблокирующая ЛИДЖФР, бивоцезумаб, ленватиниб, кабазантиниб и окситиниб. Протеинурия в топ-5 самых частых нежелательных явлений третьей степени токсичности и выше у пациентов с ингибиторами тирозинкиназы. Как строится такой клинический случай? Сразу идет представление самого клинического случая. Пациент 63 лет, было желудочное кровотечение, пациент был взят на стол, гастроктомия с последующей гистологией, аденокарцинома желудка, то есть кровотечение, вызванное раком желудка. Был изучен HER2 статус для рака желудка, это обязательно, с целью оценки назначения тростозумаба в качестве комбинированной терапии с химиотерапией. Было проведено ПЭТ-КТ, у меня нету картинки, не было картинки на данный момент. Соответственно, я просто указываю множественные метастазы в лимфатические узлы светостения и забрюшинные лимфоузлы. Вот такой статус пациента. Чем его лечить? Была выбрана схема тростозумаба с химиотерапией кселоксом, на фоне которой у пациента был достигнут полный регресс метастаза в лимфоузлы, выраженный регресс метастаза в забрюшинные лимфоузлы. В качестве доказательства, что я не выдумал это, я просто привожу скрин заключения этого пациента. Пациент продолжил получать тростозумаб с кселоксом, учитывая частичный ответ на терапию. Но уже в марте мы видим прогрессирование болезни, которая зафиксирована на ПЭТ-КТ. Увеличились метастазы, появились новые метастазы, как в легких, так и в лимфоузлах светостения. Вот они светятся на ПЭТ-КТ. Что мы делаем? Это сообщение клинического случая с поддержкой, как я сказал, что мы на что-то опираемся. Мы опираемся на клинические рекомендации НССН, которые в качестве второй линии терапии предлагают использовать рамоцирумаб с поклитокселом. Наивысший уровень доказательности – предпочтительный режим. Поэтому мы у нашего пациента и выбираем это лечение. Проводим терапию рамоцирумабом и поклитокселом. Мы видим, что у пациента полный регресс на ПЭТ-КТ. Мы приводим, опять же, снимки в качестве доказательства. Вот тут подсвечивается единственный забрюшинный лимфоузел, и то активность его очень небольшая. Соответственно, мы продолжаем терапию рамоцирумабом с поклитокселом. Но у пациента развивается сенсорная периферическая нейропатия. Что же делать? Отличный ответ на терапию, но сенсорная нейропатия третьей степени. Мы вынуждены отменить поклитоксел, отправить пациента к неврологу, которая разрабатывает комплекс упражнений ЛФК условно, для того, чтобы повлиять на этот вид токсичности. Однако мы оставляем рамоцирумаб в монорежиме. И пациент продолжает его получать. У него сохраняется полный ответ. У пациента полный ответ на рамоцирумаб. Однако, уже в октябре этого же месяца, когда мы зафиксировали полный ответ, мы наблюдаем протеинурию. 3 грамма на литр белок в моче. Отменять рамоцирумаб, продолжать терапию, сделать перерыв. Что нам делать при такой протеинурии? 3 грамма на литр. Учитывая, что мой опыт небольшой в лечении рамоцирумаба и у пациентов с протеинурией именно, я обращаюсь к крупнейшему специалисту, к лидеру в исследованиях с рамоцирумабом, который наблюдает развитие протеинурии. Это бывший президент ЭСМО, доктор Табернера. Я пишу ему письмо и получаю ответ. Вот он здесь на слайде, что мы должны сделать перерыв на 4 недели, а потом, если протеинурия разрешится, возобновить лечение рамоцирумабом. Это еще один пункт при представлении клинического случая. Очень часто приводятся такие цитаты. На консилиуме была рассмотрена точка, кто участвовал в консилиуме. Или случай был обсужден со специалистом Института Герцена. Что это за специалист? Что он посоветовал? Это интересно. То есть это уже привлечение сторонних специалистов, экспертов, которые принимали участие в этом. Поэтому вы можете продемонстрировать их мнение. И как вы учли это мнение. Это всегда украшает ваш случай. Профессор Табернера рекомендовал сделать перерыв и возобновить. Так мы и сделали. Мы сделали перерыв и увидели, что протеинурия снизилась до 1,55 без рамоцирумаба. Мы возобновили рамоцирумаб. Правильно ли мы сделали? И мы приводим рекомендации по ведению пациентов с протеинурией на рамоцирумабе. Есть такие же таргетные терапии. В частности, если уровень белка менее 2, вы можете продолжать лечение. Если он повышается, то вы делаете перерыв до того, как уровень не упадет менее 2. Если он снова, протеинурия возобновляется, вы просто снижаете дозу рамоцирумаба или других таргетных препаратов. Если белок более 3, и это уже не первый раз, вы просто отменяете лечение. Соответственно, наш пациент соответствует критериям перерыва в лечении рамоцирумабом и снижении дозы. Почему? Потому что проведены исследования и у нас существуют такие рекомендации. Мы следуем рекомендации и добиваемся снижения белка до 1 грамма на литр. Продолжаем лечение пациента рамоцирумабом. Полный ответ сохраняется. Однако, здесь есть приверженность, еще фактор приверженности пациента к лечению. И другие факторы, которые на это влияют. В частности, на прошлый Новый год пациент употреблял большое количество алкоголя. У него развился острый алкогольный гепатит и печеночная недостаточность. Пациент попал в реанимацию и, к сожалению, погиб там, хотя принимались все меры. На момент смерти белок был 10 грамм на литр, хотя погиб он от печеночной недостаточности. Соответственно, делаем вывод в конце представления клинического случая, что, во-первых, таргетная терапия, комбинированная с химиотерапией, высокоэффективна. Протеинурия может развиваться у наших пациентов. Но существуют рекомендации, позволяющие модифицировать дозу и использовать прерывистый режим таргетной терапии ингибиторами VGFR, тем самым мы можем добиться продолжения лечения наших пациентов. Таким образом, этот вариант клинического случая рассматривает рассказ истории пациента с различными вариантами, почему мы сделали то или другое. Привлечение экспертов, опора на рекомендации и на клинические исследования. Ну и, наконец, последний случай – это дискуссия с аудиторией. Как я сказал, такие случаи представляются очно. В частности, первый слайд. Этот случай посвящен лечению метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы. Если вот так озвучить, аудитория может пропустить. Поэтому первый слайд – это некое видение, о чем уже говорила Мария Владимировна. Что такое кастрационно-резистентный, чему посвящен случай. Дальше – это один только слайд, больше не надо. Мы переходим к обсуждению самого случая. Пациент, макрогематурия, сделали МРТ, КТ, выявили первичные опухоли в мочевом пузыре, первичные опухоли в предстательной железе и множественные метастазы в кости. Дальше я обрываю представление этого случая и спрашиваю у экспертов, а какой алгоритм действий вы видите, что надо делать этому пациенту. Они высказываются, это случай оживляет, и интересно узнать мнение экспертов. Дальше мы переходим, а что мы сделали. В данном случае я отправил этого пациента к доктору Нишко, который выполнил цистостокопию ТУР, внутрипозырное ведение гемцитабина, а также биопсию предстательной железы. Диагноз был таков. Рак мочевого пузыря Т1, Н0, М0, рак предстательной железы Т3Б, Н0, М1Б, метастазы в грудину с махатканным компонентом позвонки. И что делать дальше? Понятно, что для рака мочевого пузыря лечение не требуется. Для рака предстательной железы на тот момент были опции. АДТ плюс доцитоксел или абиротерон, или энзоутамид, или аплодотамид. Я снова спрашиваю экспертов, или здесь можно даже спрашивать аудитории. Что бы вы назначили? Пожалуйста, поднимите руки. Аудитория голосует за какую-то опцию. Дальше я озвучиваю, что сделали мы. АДТ плюс энзоутамид, и назначен был диносумаб. Продолжается история пациента. Лечим энзоутамидом, АДТ, у него стабилизация. Но в апреле делаем ПЭТ-КТ с ПСМА, а до этого мы делали КТ, обращая внимание, а здесь ПЭТ-КТ. И видим новые метастазы в кости и лимфатические узлы таза. Я опять же обращаюсь к аудитории и к экспертам. У нас на бейзлайн это был КТ. Сейчас мы делаем ПЭТ-КТ. Можем ли мы сравнивать и устанавливать прогрессирование на двух разных методах диагностики? Следующий вопрос задаю я им. Сначала, если мы использовали ПЭТ-КТ с ПСМА, можем ли мы использовать ПЭТ-КТ с тарированной глюкозой? Потому что не во всех центрах есть ПСМА. Можем ли мы сравнить? Считаем ли мы прогрессирование у нашего пациента на основе тех методов, которые мы использовали? То есть, опять же, мы получаем мнение экспертов и аудитории, оживляем представление своего случая. То есть это такой рассказ с дополнительным мнением. Мы решили, что это прогрессирование болезни и ведем пациента уже как пациента с метастатическим кастрационно-резистентным раком предстательной железы. В рекомендациях НССН, опять же, я добавляю, разбавляю случай с ссылкой на рекомендации. В рекомендации НССН таким пациентам говорится о том, что надо взять тест на микросателитную нестабильность, на HRRR и на мутационную нагрузку. И опять же, я спрашиваю экспертов, а вы уже в первой линии тоже выполняете эти тесты в реальной практике? Или вы все-таки догадаетесь прогрессирования? Как правильно поступить? Следовать рекомендациям или нет? Мы вот, например, не тестировали нашего пациента. Дальше я снова показываю рекомендации, что говорится в рекомендациях по лечению таких пациентов. И еще интересный момент. Когда есть в рекомендациях много равных опций, равнозначных опций, при представлении клинических случаев, можно ссылаться на данные крупных регистрационных исследований. То есть вы подкрепляете выбор вашей опции уже имеющимися данными из таких же исследований реальной практики. Что назначают онкологи в мире по данному показанию? Какую опцию они выбирают? Хоть у нас есть три равнозначных условно опции. Что нам выбрать? Что говорят большие big data на этот счет? Соответственно, вот показываете слайд, что там кто в мире назначает в различных странах. И объясняете, почему вы выбрали доцитоксел у этого пациента, потому что это предпочтительная опция на основании такого-то исследования. И показываете, что выбор доцитоксела может быть обоснован, так как на основании, опять же, регистровых исследований мы видим, что общая выживаемость на доцитокселе у пациентов, которые получили новые антиандрогены, длительная. То есть, обращая внимание, я сейчас ничего не говорю о случае, я лишь обосновываю наш выбор, почему мы пришли к этому. Дальше я показываю, что был выбран доцитоксел, пациент начал получать доцитоксел. Получил три введения доцитоксела. Мы сделали ПЭТ-КТ с ПСМА. И что же увидели? Метастазы в кости потеряли активность свою, сух уменьшился. Метастазы в лимфоузлы забрюшинные потеряли свою активность. И сама первичная опухоль тоже теряет активность, уменьшается сух. Однако мы видим появление неактивного подмышечного лимфоузла. Мы видим появление неактивных образований в легком. И мы видим появление неактивных образований в печени. То есть они не копят ПСМА. Они неактивны, но есть какие-то образования. Фиброз – это не фиброз. Я снова обращаюсь к экспертам. А что вы бы сделали? Продолжили терапию? Или просто перешли на другое лечение, думая о том, что у пациента прогрессирование заболевания? Мы сделали биопсию очага в печени. И что мы увидели? Мы увидели, что это метастаз рака легкого в печени у пациента. Затем мы провели ПЭТ-КТ, но уже с тарированной глюкозой, а не с ПСМА. И тарированная глюкоза, в отличие от ПСМА, подсветила все те очаги, которые были неактивны на ПЭТ-КТ. С ПСМА, в частности, активная опухоль в легком нашлась, лимфоузлы в средостении метастазы и метастаз в печени. Все это подсветилось. То есть у пациента две опухоли. Мы взяли биопсию лимфоузлов в средостении и увидели, что это действительно метастаз аденокарциномы легкого. Мы провели тест на мутацию в гении GFR и нашли эту мутацию. Это обязательно для рака легкого. И, соответственно, мы поставили диагноз уже трех опухолей у пациента. У пациента две активных опухоли. Это рак в печени железы, который дал метастазы в кости, метастазы в лимфоузлы. И у пациента рак легкого, который дал метастазы в лимфоузлы в средостении и метастазы в печени. Дальше вы спрашиваете у экспертов, что же делать. Две опухоли, которые метастазируют. Как нам их оценивать? Как нам их лечить? Соответственно, они там что-то отвечают. И вы даете ваше решение. Мы продолжили ДОЦИТОКСЛ, который работает при раке предстательной железы. Мы увидели, что активные очаги потеряли свою активность. Те таргетные метастазы для рака предстательной железы. Да, и ДОЦИТОКСЛ работает при раке легкого. Мы добавили АСИМЕРТИНИБ, который ингибитор ИГФР и назначается в этих случаях при раке легкого. Почему мы скомбинировали такую терапию? Имеем ли мы право? Дальше вы говорите о том, что было проведено исследование второй фазы для рака легкого, где комбинировались эти препараты. Вам не важна эффективность. Вы говорите о том, что токсичность в этом исследовании второй фазы не была получена при комбинации. Соответственно, вы уверенно эту комбинацию можете использовать у пациента с двумя активными опухлями. Как же вы будете оценивать вашего пациента? Вы будете оценивать, периодически проводя ПЭТ-КТ с ПСМА и периодически проводя ПЭТ-КТ с тарированной глюкозой. В промежутках делать КТ, дабы смотреть просто изменение диаметров очагов. Дальше идет история, что мы это все делали, что у пациента случилось прогрессирование. Но мы продолжили осимертинип, потому что осимертинип может назначаться при первом прогрессировании. И получили полный ответ у данного пациента, который продолжается и сейчас. Полинеэропатия. Отменять доцитоксел или не отменять? Вы обсуждаете с экспертами, потом даете ваш результат. Ну и в конце вы можете обсудить, что делать у пациента, если он спрогрессирует все-таки на схеме доцитоксел и осимертинип. Это тоже самый частый вопрос, что делать потом. Потому что в данный момент, когда пациент приходит, мы сразу ему можем продумать несколько линий терапии. И базировать последующие линии на основании предыдущей линии терапии. Соответственно, обсуждая вот клинические случаи, вы можете предугадать последующие опции лекарственной терапии. Делаете вывод. И, соответственно, вот такой вариант клинического случая, когда вы сами рассказываете и параллельно вовлекаете аудиторию и экспертов. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Как всегда, с акцентами по делу. И хотела бы тоже сакцентировать внимание и на своей презентации, и на вашей. Я, во-первых, заметила структуру. Во-вторых, шрифты. Во-вторых, читабельность. Не перенасыщенные слайдов. У меня была сегодня презентация в таком комиксовом формате. Но я хотела ей продемонстрировать, что черное видно на белом, а белое видно на черном. То есть, ваш текст должен быть всегда читабельным. Если вы выбираете определенный формат шрифта, то, как правило, это не два, не три. Точнее, не более трех вариантов шрифтов, которые вы используете в презентации. Это облегчает восприятие информации. Нам тут поступило ряд вопросов, на которые я предлагаю обсудить. И, собственно, один из них последний был такой, что... Как эксперты относятся к шуточкам и мемам в презентации от молодых докторов? Вы как относитесь? Я отношусь негативно. Я знаю, что очень часто вставляют шуточки и мемы, но это скорее российская история. Если вы посмотрите на презентации иностранные, нет ни шуточек, ни мемов. На мой взгляд, это не потому, что это плохо. Они просто отвлекают внимание от основного. Вы должны удержать, не переключить внимание, а удержать аудиторию на вашем клиническом случае, чтобы они думали, а не отвлекались на мем. Отчасти соглашусь. Я все-таки считаю, что это зависит от места и от формата, где вы выступаете. Если вы выступаете, например, я не знаю, сейчас он закрыт или работает, evidence-based medicine club в Санкт-Петербурге, где вам нужно подогревать аудиторию и создавать некое настроение, то да, уместно. Или, например, формат, который не предполагает научную информацию и точно не посередине презентации, тогда возможно. Интересная информация вчера столкнулась. Как вы относитесь, например, если финальный слайд... Спасибо за внимание. Вы считаете это окей или нет? Потому что я вчера удивилась. Это как бы несерьезный комментарий, но я нет. Опять же, это лишний слайд. Просто читала вчера в комментариях, как улучшить свою презентацию. И один из экспертов по, в том числе, оформлению презентации для бизнеса, считает, что более уместно, чем вы поместите, спасибо за внимание, поместить информацию о тебе, например, контактную информацию, как с вами можно связаться. Там, неважно, это будет, во-первых, место, где вы работаете. Указать имейл, хотите телефон, хотите ссылку на социальные сети. Вот это можно использовать для последнего слайда. Но тратить еще один слайд лишний на то, чтобы поблагодарить за внимание, это можно сказать устно. Согласен. В иностранных презентациях последний слайд – это благодарность пациентам и их родственникам сейчас. За то, что они приняли участие в исследовании, за то, что они разрешили представить их случай. Представить данные. Да. Окей. Бывает такая ситуация, когда ты участвовал в определенном этапе лечения пациента, дальше его судьба о тебе неизвестна и никак не узнать. Но твой этап был очень интересным и показательным. Как эксперты относятся к подобным ситуациям с открытым финалом? Начнем с вас, Мария Владимировна. Я, наверное, отнесусь позитивно. Во-первых, потому что это ваш опыт, который настоящий, непридуманный и ни у кого не забранный. И на этом даже маленьком этапе можно, мне кажется, свободно сделать презентацию минимум из 10 слайдов. Открытый финал – это, наоборот, очень большой плюс. Потому что если, например, последний формат, как вы демонстрировали с обсуждением, то это, безусловно, вариант дискуссии с экспертами. Это может быть вариант дискуссии со специалистами, которые сидят в зале. Потому что, например, вы пролечили пациента в первой линии от метастатического процесса ракопредстательной железы, гормоночувствительной, назначили терапию. Он ушел куда-то. И возникает вопрос, а что назначать потом, например? Открытый вопрос. Поэтому я считаю, что это ваш опыт, и его нужно демонстрировать, почему нет. Я согласен, я согласен. Если это интересно, это надо показывать. У нас много вопросов. Наши презентации, я смотрю, так оживили немножко аудиторию. В каком формате лучше предоставлять исследование, видео или фото? Исследование, что имеется в виду. Если операцию, ну тут, наверное, видео, да? Да. Это вам, как хирургу, Мария Владимировна. И то не всю, не от самого начала, как, например, поставились порты, и все-таки стараться вырезать конкретные промежутки операции. И если такая возможность техническая есть, то, по крайней мере, мне всегда приятно, когда демонстрируется особенность анатомии, то есть подписываются структуры, чтобы можно было сориентироваться. Некоторые модераторы начинают задавать вопросы прямо во время твоего доклада. Уместно ли попросить отложить вопросы до конца презентации? Уместно. Но можно сделать и внутри. Это третий вариант. Это, наоборот, аудиторию привлечет. То есть, когда будет вопрос, аудитория будет оживляться. Ага, тут надо, что-то тут эксперт спрашивает. Что-то тут не так, что-то он тут нашел. Надо повнимательнее подумать. Да. Но есть, конечно, случаи, когда все это будет в конце, что спрашивает эксперт. Дальше по презентации будет понятно. В этом случае уместно сказать, что прошу прощения, дайте договорить. Да, ну и я тоже с вами тут соглашусь и с первым вариантом, и с таким вариантом, что, во-первых, это вас действительно может сбить с толку, и вы не хотите сейчас прерывать свою речь, и всегда можно попросить разрешения продолжить свое выступление, и позвольте ответить на ваш вопрос в конце доклада. Потому что, если я столкнулась в этом году, не буду говорить, в каком учреждении выступала, но не медицинское, и действительно, посередине твоей речи тебе несколько раз задают вопросы, это тебя сбивает с толку. Необычный был для меня формат. Я как раз-таки воспользовалась тем, что я попросила отложить вопрос до конца своего выступления. Так, движемся дальше. Так, 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 в конце презентации. Как мне кажется, обзор литературы тем ценнее, чем реже наблюдение. То есть, ну вот, например, зачем рассказывать литературу про метастатический гормоночувствительный рак с костными метастазами, а вот, например, про редкую патологию, метастатический рак с метастазом в брюшину, гораздо ценнее обзор. Я не права? Безусловно. То есть, обзор должен как бы подчеркивать ваш случай. Почему вы выбрали эту опцию? Какие существуют данные на этот счет? Многие патологии, вот то, о чем речь спрашивают, редкие, редкие опухоли. Там нету исследований. Там можно свой же случай поддержать другими случаями. То есть, найти случай и показать, что сделали другие авторы в отношении этой редкой опции. Поэтому да, согласен. Кстати, вот вопрос про клинические случаи. Мы знаем, что публикация серии клинических случаев несет не очень высокую доказательную базу. Но я тут прочитала такой факт, что публикация случаев по чек-листам как раз таки сейчас необходима для того, чтобы повысить некую ценность тех наблюдений, которые у вас есть. И на основе публикации качественных клинических случаев часто разрабатываются новые клинические исследования. Поэтому я считаю, что клинические случаи публиковать надо. Это также престижно опубликовать в хорошем журнале, как и какое-либо проведенное клиническое исследование. Но нужно действительно соблюдать регламент при публикации данного случая. К сожалению, хорошие журналы не публикуют в клинические случаи. Так как ценность меньше, чем третья фаза. Они там сейчас любят третью фазу. Тем не менее, публиковать надо. И есть журналы специальные, где публикуют. В эпоху бигдейта искусственного интеллекта, когда искусственный интеллект скоро сможет оценить все, что напечатано. Соответственно, особенно редкие случаи надо публиковать. Так, идем дальше. Это вопрос, предполагаю, по моей презентации. По поводу анализа аудитории. С одной стороны, в президиуме опытные врачи. С другой стороны, в зале молодые врачи. На кого делать упор? Я бы, например, сделал упор в зависимости от той цели, которую вы хотите достичь. Если вы хотите покорить сердце президиума, то, безусловно, придется красиво и апеллировать фактами, и использовать заранее, подготавливать литературу. Потому что, например, если ты знаешь, что в президиуме будет специалист по радиотерапии, то, безусловно, ошибку с грейдом лучше, как минимум, не допускать. Если твоя цель направлена на то, чтобы твой случай запомнили и восприняла именно аудитория, то тогда вы для нее и рассказываете, и, возможно, и контакты поэтому на последнем слайде нужно будет указать. Поэтому зависит от той цели, которую вы хотите достичь. У меня вопрос по поводу гистологии. Мне кажется, что когда показывают картинку гистологическую, то никто ничего не успевает понять. Реально ли там понять, что написано в заключении? И только если присутствует морфолог в президиуме, то он может что-то прокомментировать по картинке и подтвердить, либо усомниться в корректности диагноза. Вопрос. Насколько важно и нужно гистологические картинки показывать? Зависит от того, что на картинке. Я считаю, что чем больше картинок и меньше слов, тем лучше. Если это стандартный светлоклеточный почноклеточный рак, то ничего интересного эта картинка не несет для аудитории. Но если вы хотите показать тот же самый почноклеточный рак, но он инфильтрирован лимфоцитами, и там что-то, что-то, там микрокружение проросло, показывайте такую картинку. Разберитесь сами, что несет эта картинка, проконсультируйтесь с морфологом и покажите, объясните аудитории. Это украсит презентацию, на мой взгляд. Согласна. И хотела бы дополнить тем, что в перечень нашего жюри на конкурс участвует морфолог Анна Сергеевна. И буквально уже сегодня я видела в группе обсуждения клинических случаев, что Анна Сергеевна оставила комментарий. Вот этот случай разобрать, потому что там, возможно, интересные морфологические находки. Поэтому если ваш случай с редкой патологией связан, или там какая-то особенность иммуногистохимической окраски, почему нет? Я считаю, что это украсит, во-первых, ваш слайд, во-вторых, если вы сами в нем разберетесь, и сможете продемонстрировать аудитории расположение клеток, тех же самых лимфоцитов, это просто плюс в багаж ваших знаний и демонстрация вас как эксперта. Почему нет? Поэтому я тоже за картинки. Так, идем дальше. Ну и последний вопрос. В ваших работах много ссылок на зарубежные гайдлайны. Но разве юридически мы не должны опираться только на отечественные? Представление клинического случая – это не юридическая вещь. Это вы рассказываете, почему вы так сделали. Соответственно, вы можете, если в российских нет гайдлайнах, вы можете показывать иностранные. Если вы хотите, вы можете поддержать себя и теми, и другими. То есть это не юридический вопрос, а просто как представить информацию. Да, потому что если речь идет о медицинском консилиуме врачебной комиссии, где вы принимаете решение о введении пациентов, тут, безусловно, вопрос встает про демонстрацию ситуации. Если вы, наоборот, хотите подчеркнуть, что, например, абератрона нет в этой линии лекарственного лечения, он должен тут назначаться, как, например, по зарубежным рекомендациям. То же, почему не сравнить рекомендации. Кстати говоря, я часто при демонстрации случаев сравниваю клинические рекомендации и не считаю, что в этом я наношу кому-то урон. В отношении вот ссылок я хотела бы сказать о том, что если вы используете какую-то информацию из зарубежной иностранной литературы, и ее много, то все-таки эксперты сейчас склоняются к тому, чтобы переводить ее на русский язык. Такое веяние, и мне не раз делали замечание. Ссылку, если она находится на англоязычной литературе, то обязательно давать внизу презентации, поскольку не всегда в момент, например, доклада у тебя есть возможность с этим ознакомиться, но ссылки обязательно указывать на ту литературу, которую вы используете. Спасибо большое за вопросы, за то, что это интересно, я могу только пожелать всем удачи при представлении своих клинических случаев на самом конкурсе «Врач будущего», ну и в принципе докладывать клинические случаи и делать успешные презентации. Спасибо большое вообще за предложение провести такой некий прикурс перед будущими выступлениями врачей. Я также хотела бы пожелать вам успешного создания ваших презентаций и докладов. Я надеюсь, что наши сегодня две презентации помогут вам в этом успешно справиться. Также я призываю к активному участию. Напомню, что в конце марта, а именно 29 марта, в городе Казань состоится третий съезд молодых специалистов российского общества онкоурологов. Я призываю активно в этом принимать участие. Участие будет в оффлайн-режиме в городе Казань. И хотелось бы отметить, что те специалисты, даже которые, например, не выиграют в каком-то тумор-борде, за весь прошлый год постепенно все специалисты, кто принимал активное участие, и поучаствовали в региональных конференциях, и участие в ежегодном конгрессе. Поэтому я призываю только к активному участию. Спасибо большое!